Пять вещей, которые нельзя делать с печатной машинкой. Начнем с самого начала. Есть на печатных машинках Оливетти. В данный момент у меня ЕДПерсона 512. То есть крышка. Крышка. На многих она есть. Крышка это. Крышка. Что нельзя с ней делать? Ее нельзя дергать вниз. То есть дергать вниз нельзя. Ее надо снять вверх. То есть поднять им вверх. Снять вот так. Она легко снимается. Потому что в этой печатной машинке. Здесь идут такие дырочки. Вот эта дырочка и вот эта. Здесь она цепляется. Она цепляется сверху. Сверху. То есть вот здесь. Вот здесь щелочки. Она тут цепляется. И снизу. Здесь у меня уже сломана. Видите? Здесь уже сломана часть. И с этой стороны тоже сломана. Это грубо говоря защелки. Если ее дергнуть вниз. Как это было у прошлых хозяев. Ее дернули вниз. И они отломились. Эти детали. Просто отломились. Ее надо не дергать вниз. Ее надо не дергать вниз. Ее надо вверх снять. Тут даже есть специальные пазы. Вот эти под пальцы. Чтобы открыть ее вверх. Но сейчас. Именно с этой печатными штуками уже сломаны. Они. Эти. Язычки сломаны. И поэтому она. То есть вот так открывается уже. То есть я могу только просто снять ее. Это первое. Второе. Идем по порядку. Нельзя. Вот с этой штукой. Есть такие. Штуки на. Машинках реветик. Есть такие. Штучки. Ее нельзя открывать. Вот так. Нажать. Нельзя открывать ее нажатием на середину. То есть. Она. У нее есть такая особенность. Она очень. Слабенькая. Очень легенькая. Очень слабенькая. Видите как она гнется легко. Ее можно так сломить. Я уже много раз так делал. Когда открывал. Когда только начал ей пользоваться. Я много раз сюда нажимала. Когда вот нажимаешь. Она упирается конечно. Но если ее дальше прокрутить. Она может просто сломаться. В лучшем случае. Она. Вылетит отсюда. С пазов. Но в худшем. Она сломается. То есть. Выломается просто. Поэтому. Ее надо открывать. Либо вот здесь. Даже специальные штучки. Просто вот нажимаешь. Оп. Открывайся. Или вот в эти щелочки. Но я открываю сейчас вот так, то есть аккуратно сбоку, аккуратно вот так взял, открыл. Все. Это второе. Третье. Вот эта крышка, съемная, вот эта. Ее нельзя дергать, тоже резко нельзя дергать, потому что если резко дергать, то можешь тоже там язычки, вот эти защелочки сломить. Они тоже там очень не крепкие. Вот. Язычки можно эти сломить, поэтому ее надо аккуратно открывать. Там находим пальцем язычок и толкаем аккуратно. Раз. Два. Все. Она у нас открылась. Она очень легко сломает. Ее тут тоже не стоит так делать. Она очень тоже легко сломается. Это третье. Четвертое. Четвертое. Вот сама вот эта, я не знаю, как она называется, вся вот эта приблуда вся ездит на вот таких вот типа роликах зубчатых. Эти ролики катаются, то есть переглядяются в разные стороны. Эти ролики ни в коем случае нельзя двигать. Ее можно подвинуть, да. Потянув за ролик, вся вот эта конструкция подвинется. Ее нельзя ни в коем случае двигать, потому что при выключении машинки она автоматически выставляет ее на середину. то есть нельзя ее дергать. Когда вы ее, допустим, вот она в выключенном состоянии, вы ее дернули, подвинули, когда включаете, она, вся вот эта конструкция, она, когда при включении идет в эту сторону, потом идет в эту сторону, и она понимает, где у нее конец. То есть она уже сама задана, где у нее конец, где ее надо останавливать. Вот. Если вы ее двинете, она по интуиции, то есть как она сделала, пойдет в эту сторону, врежется сюда, и будет пытаться ее, этот ролик, будет вот эту нить пытаться подвинуть. То есть будет такой страшный звук треска. То есть она будет прям кряхтеть. Это очень опасно. Она может или ее разорвать, или еще много чего. Просто я, у меня уже один раз такое случалось. Я ее подвинула, было интересно, так сказать, и она проклехтела, когда в эту сторону шла. А когда в эту сторону она пошла, она не дошла до конца. То есть она дошла до конца. Она дошла до конца. И потом уже дошла до конца. И потом, сейчас как это исправить. Это исправляется очень легко. Вы ее снова выключаете, вы ее выключаете, она становится в прежнее положение. Но не в прежнее, как на середину, а где-то вот сюда. Ну, в общем, надо пару раз включить-выключить, и она поймет, где середина, и встанет. все будет нормально лучше так не делать вот это уже все пятое все то есть вот это за эти язычки нельзя трогать двигать их нельзя крышечка аккуратно язычок чуть-чуть надавливаем она защелка вот эта штучка тоже нельзя ломать это тоже кстати тоже очень непрочная все тут непрочная здесь тоже уже язычки поломались вот этот язычок держится уже еле-еле там все остальное язычок сломан тоже очень плохо клавиатуры что вы создадок этого ее нельзя вот то есть вот так делать как бы это с вами понимаете нельзя клацать сильно громко она может просто продавится как моем случае ведь она интуитивно в общем идет сюда и назад поэтому нельзя так делать ведь она встала на середину все клавиатуру нельзя сильно нажимать она продавливается она со временем продавливать потому что у нее крепежи только здесь и здесь по бокам лучше которая у нас уже включая нечаянно в моем случае она уже там чуть-чуть продавлено то есть если светом посвятить здесь будет свет просвечиваться она уже продавлена поэтому надо с ней аккуратно относиться то есть не вот так не буду сейчас делать не надо прям тыкать тыкать надо просто аккуратно аккуратненько все это делайте все и все будет дольше вам прослужит все все решено прослушать это были пять причин пять вещей по которым нельзя что-то делать вот так ну все всем пока